Тебе же нравятся страшилки про деревню? Тогда у меня есть для тебя замечательная новость. На Бусте вышла новая жуткая история про деревню. Молодой учитель приезжает в село работать в местной школе. Внезапно ему на глаза попадается странный человек, который выглядит как соломенное чучело. Главный герой тревожится и выясняет у местных жителей, что теперь чучело не оставит парня в покое, потому что в деревне работает одно жуткое правило. Хочешь узнать, что было дальше? Какое правило имеет силу в этом селе и как главный герой будет выкручиваться из сложившейся ситуации? Тогда залетай на мой Бусте, подписывайся и смотри крутые эксклюзивы, которые никогда не выйдут на ютубе. Ссылка в описании. Друзья, перед началом прошу всех вас поставить лайк и написать комментарий. Это очень поможет продвижению видео. Вам не сложно, а мне приятно. Всем заранее спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Две пули угодили уже в мертвое тело гламурной дивы из района кинозвезд. Пистолет был с глушителем, а вокруг только пустыня, ястребы да койоты и ни одного свидетеля. Полиция ни о чем не узнает. Кирилл проследил глазами за брызгами крови и расплылся в улыбке. В животе забручало. Парень тыкнул на эскейп, поставил игру на паузу и встал из-за компьютера. За окном уже чернела ночь. Кирилл включил свет на кухню. Вытащил из полупустого холодильника черную от ногара сковородку, поставил на и зажег газ. Поелозил остатки картошки деревянной лопаткой, посмотрел на них и подумал. Мало, не наемся, огурцов надо. Убавил газ, вышел в прихожую, накинул мастерку с вешалки, захватил ключи от подвала. В подъезде не работали лампочки. Кирилл спускался, подсвечивая себе телефоном. На первом этаже хлопнул по выключателю и площадку залило тускло-оранжевым. Вход располагался сбоку от лестницы и всегда был открыт. Лакомые куски подвала жильцы отрывали себе еще в 90-е, но в отличие от каморок между этажами, подземные закутки ценились больше из-за температуры. Кирилл держал там овощи с и банки с консервированными огурцами и помидорами. Он легонько толкнул скрипучую дверь, вступил на подгнивший деревянный поддон, что лежал за место ступинки, и пошел вперед мимо труп к небольшому пятачку с запертыми сарайчиками. Неладное он почувствовал, еще даже не дойдя до поворота. В темноте померещилось какое-то движение. Кирилл замер, осветил проход, сощурился и медленно пошел дальше. Сердце чуяло засаду и стучало все сильнее. Со вспотевшего затылка на спину, как стаика мелких жучков, пробежали колючие мурашки. Вздернулись в напряжении брови над раскрытыми глазами. Кирилл не останавливался, переставлял тяжелые ноги, точно шел по грязи. И все думал развернуться и убежать, но старался держать себя в руках. С каждым шагом становилось все тяжелее дышать. Горло словно бетонировали. В голове дважды щелкнуло, боль прострелила в виски, и на глазах выступили слезы. Взор затянуло пеленой, такой же полупрозрачный, как целлофановый пакет. Кирилл утерся рукавом, поднял телефон повыше, дошел до конца жуткого коридора, поджал губы и резко повернул влево. От страха подогнулись колени. За шиворот будто засыпали мокрого снега. В бледном круге света, слегка подрагивающем вместе с рукой Кирилла, стояла полуметровая человеческая фигура. Парень отшатнулся и прижался плечом к стене. Некто, стоящий у дверей, одетый в грязные синие джинсы и пыльный черный худи, медленно обернулся и блеснул желтыми глазами. Он держался неуверенно, сгорбившись, сложил руки на животе, будто корчился от боли. Но взгляд его показался парню очень злобным, даже хищным. Оторопевший Кирилл рассматривал его голову, выглядывающую из-под капюшона, вытянутую, как у рыбы. Не мог отвести взгляда от раскрытого рта. Зубов немеренно, все длинные, кривые и острые, как заточенные колья. Нечто стояло, не шевелясь, лишь плечи его изредка подергивались, а голова слегка задиралась. Тварь дышала беззвучно и давила себе на живот чешуйчатыми руками с перепонками между длинными, отвратительными пальцами. Кирилл с трудом проглотил слюну. Та показалась отсколком разбитого стекла и больно проползла по глотке вниз. В груди зажглось какое-то знакомое чувство. Тело дрогнуло, налилось яростью и силой, как после тяжелой тренировки. «Бей или беги!» – прогремел в голове металлический голос. «Бей или беги!» Парень слышал, как его забитый нос громко втягивал сырой подвальный воздух, и когда легкие наполнились, Кирилл резко сорвался с места и накинулся на неподвижно стоящую монстра. Страх остался позади. Колючий, как старый зимний свитер, он словно не выдержал той остервенелости, с которой Кирилл помчался в драку. Парень влетел во врага, выставив ногу вперед. В животе у чудовища что-то противное хрустнуло, точно надломилась сухая хлебная корка. Поддернутые желтым зловещие глаза раскрылись, из зубастого рта вырвался тихий булькающий стон, и тонкие нижние конечности в замызганных джинсах подогнулись. Тварь шатнулась в сторону, шаркала по полу и обессиленно шлепнулась на бок. А Кирилл не унимался. Он обступил лежащее нечто и со всей накопившейся злобой принялся беспощадно лупить его ногами. Бил сильно, не боясь наказания. Свет телефона мерцал на бетонных стенах. Блестели замки и выведенные белой краской циферки на дверях. Кирилл не останавливался, бил насмерть, то в зубастую рыбью голову, то в пухлую шею, скрытую под черным худе, то в мерзкое хрустящее тельце. Ослепленный, пылающей ненавистью, он не заметил, как зарядил мимо головы и стукнул тварь прямо в раздвинутую пасть. Острые зубы впились в щиколотку и прокусили тонкую кожу. Кирилл взвыл от боли, и внезапно пришел в себя. Осознал, где находится и что делает. Сердце сжал вернувшийся страх. Парень замер на миг, испуганно закричал и, что было силы, принялся колотить чудовище по морде кулаками. То сдалось и отпустило ногу. Зубы его, облитые красным, так напугали обескураженного Кирилла, что он выронил телефон из рук, и тот бухнулся на пол фонариком вниз, и подвал затянуло во мрак. Существо задвигалось, заскребло по бетону и принялось медленно отдаляться. А парень стоял не в силах пошевелиться и дрожал от ужаса. Дыхание стало хриплом. Боль в ноге передавалась все выше, стреляло в бедре и пояснице. Кирилл ничего не видел, а только слышал, как в кромешной темноте, медленно, булькая и еле различимо постановая, поднимается омерзительный зубастый монстр. Парень было потянулся за упавшим телефоном, но тело не послушалось его. Дрожащие колени будто смерзлись и застыли в одном положении. Спина не гнулась, даже вымазанные в теплой крови пальцы, обсыпанные мурашками, не могли пошевелиться. Где-то в противоположном углу что-то склизкое шлепнуло со стену. Босые чешуйчатые ноги скользнули по полу, и тяжелые уверенные шаги начали быстро приближаться. Кирилл сдержал вырывающийся из глотки нервный кашель и на задубевших ногах, как деревянная кукла, приквалял в сторону. Спустя пару секунд шаги остановились там, где он, по его же прикидкам, обронил мобильник. На лбу выступил холодный пот. Такой страх парень испытывал впервые. Он старался дышать как можно тише и медленно, переступая с ноги на ногу, отходил в ближайший угол. Прислушивался, не двигается ли во тьме поднявшаяся тварь. Но Таня шевелилась и выдавала себя лишнегромким хрипом, а потом вдруг умолкла. С противным шлепком рухнула на пол и, падая, какой-то своей частью задела лежащий телефон. Тот пролетел на несколько метров, и перевернулся. Кирилл бросился к нему, как моталек на свет, схватил обеими руками и направил луч на лежащую тварь. Та валялась на полу, но, несомненно, была еще жива. Кирилл мельком осмотрел пораненное место. Кожа пострадала, кровь перепачкала носки и кроссовки, но не била фонтаном. Нужно было обработать место укуса и перевязать щиколотку. Парень шагал к выходу, поморщился от резки боли и вдруг замер. В душе поселилось странное чувство. Невидимая рука точно взяла его за плечо и ненавязчиво, но уверенно потянула назад. Кирилл обернулся, встретился с чудовищным взглядом. Полуприкрытые желтые глаза не выражали ничего, даже злоба. Но ярость не отпускала парня. Нельзя его оставлять, думал он, дрожа, как на холоде. Похлопал себя по карманам, но ничего, кроме ключей, в них не было. Повернулся к выходу, не сводя луча с монстра. С жалостью и сожалению, заглянул в черную пустоту дверного проема. Мысли закрутились, помчались мощным потоком. Сейчас бы убежать, вызвать полицию, скорую, прижаться спиной к двери подвала и сидеть, пока не приедут. Врачи зальют рану спиртом, наложат повязку, сделают нужные уколы, а сотрудники в погонах закончат с тварью. Кирилл совсем продрог, зубы его застучали, а руки затряслись. А потом спросят у меня, как же так вышло? Почему я сбежал? Почему вообще посмел смотреть на нее? Зачем узнал правду, что все это не вымысел? Что монстры есть? Что они совсем рядом? Что они среди нас? И специальные службы приедут за мной, скрутят посреди ночи и увезут далеко. Туда, где никто не услышит выстрела в голову и где никто не станет искать тело. От последней мысли стало так жутко, что парня затошнило. Нет, твердо решил он, никакой полиции. И отвернувшись от прохода, смело подошел к лежащей тваре и точно по футбольному мячу саданул ее здоровой ногой. Затем поднял мерзкие руки в мелкой чешуе над вытянутой рыбьей головой и потащил бесчувственное тело чудовища к выходу. Время будто ускорилось. Заложенные от ужаса и паники уши не слышали ни собственного сбитого дыхания, ни тихих постанований побежденного существа. Кирилл совсем не думал о случайной встрече с соседями в подъезде и как мешок волочил тело по ступеням наверх. То изгибалось, хрустело, дергалось на поворотах между этажами, но не могло сопротивляться. Кирилл втащил монстра себе в квартиру. С кухни тянуло горелым. Парень быстро снял с огня чадящую сковороду, открыл форточку и вернулся в коридор. Тварь он усадил на свое компьютерное кресло. Других стульев со спинкой у него не было. Обвязал еще материнским хозяйственным шпагатом по рукам и ногам. Крепко зафиксировал шею. Отдельный отрезок пропустил через рот так, чтобы чудовище не смогло его укусить. То постепенно приходило в себя. Оглядывало мутными глазами окружение. Ерзало, не в силах подняться. Шевелило нижний челюстью и тихонько похрипывало. Кирилл откатил кресло на центр комнаты, отошел на несколько шагов назад и застыл, уперев руки в бока. Монстра полагалось умертвить. В этом не было никаких, даже малейших сомнений. Смысля сбивала боль в ноге. Парень совсем позабыл о ранении, пока онемевший волочил тварь по ступенькам в подъезде. Себя он особо не жалел и не осторожничал. Залил рану перекисью, выдавил пену с кровью и обмазал место укуса зеленкой. Нога сгибалась, значит, ничего важного тварь не прокусила. Парень на скорую руку соорудил повязку, крепко завязал ее и вернулся в комнату. Желтые глаза раскрылись шире. Перепончатые пальцы, прижатые шпагатом к подлокотникам, дергались в бешеном треморе. Чудовище будто и не страдало уж так сильно, как несколько минут назад. Кирилл вспомнил, что в их первую встречу оно держалось за живот и, подойдя чуть ближе, вытянул руку и приподнял испачканный черный худи, обнажив пугающее туловище, изрезанное морщинками и покрыто прозрачной склизкой чешуей. Посреди живота, еле заметно вздымающегося, темнела жутко, точно обугленная вмятина с красными трещинами, как на тлеющем полине. Кирилл усмехнулся, отдернул худи, выпрямился и спросил, глядя чудовище в глаза. «Подранок, значит? Не добили? От кого это ты в подвале прятался, уродец?» Монстр покрутил головой, дернул челюстью, выдавил из себя, уже знакомый парню, булькающий звук и вдруг тихонько завыл. Кирилл на мгновение задумался, сердце отяготило жалость. Тогда, стоя в зловонном подвале, они с зубастой тварью смотрели друг на друга и не решались напасть. Если бы это создание было чистым злом, то набросилось бы первым. Впрочем, когда спасительный луч света на телефоне сгинул во тьме, чудище не постаралось сбежать, а бросилось на звук, туда, где секунду назад стоял Кирилл. Парень запутался. Забивая тварь ногами, волочая ее по этажам и даже привязывая к стулу, он твердо знал, что следует делать. Но теперь вдруг застыл в смятении. Кирилл подумал немного, легонько похлопал себя по щекам, вышел в коридор, посмотрел в заляпанное настенное зеркало и спросил у своего отражения, «Есть другие пути?» И в своих же растерянных грустных глазах прочитал, казалось, очевидный и окончательный ответ, «Других путей нет». Быстрым шагом Кирилл направился в кухню. Там все еще удушливо воняло горелой картошкой. Из выдвижного ящика у раковины парень достал новый рулон черных мешков для мусора, початый широкий скотч и ножницы. Вернулся в комнату, сдвинул кресло в угол, а сам принялся склеивать пакеты в плотную подстилку, чтобы не забрызгать кровью старый ковер. Тварь догадалась, к чему все идет, и заерзала еще активнее. Кресло скрипело под ней, и без того расшатанный механизм наклона спинки щелкал. Подлокотники шатались и дрожали. Кирилл выкатил монстра на центр подкладки, задумчиво прикинул, хватит ли пакетов, чтобы все прошло чисто, и недовольно цокнув, снова ушел на кухню. Искал все, что не пропускает жидкость, и очень сильно обрадовался, когда нашел еще не начатую пищевую пленку. Ею он обмотал часть дивана, обвернул вокруг двух табуреток и железной подставки для цветов, соорудив небольшой забор вокруг кресла. Тварь не унималась, изрыгая совершенно новые жуткие звуки, смутно походящие на ужасно измененную человеческую речь. Огромные желтые глаза следили за мечущимся Кириллом. Кривые острые зубы глухо постукивали друг от друга, изредка соединяясь достаточно, чтобы противно заскрежетать. Кирилл же умудрялся находить спокойствие в заботах о чистоте предстоящей экзекуции. Он на миг забывал о том, как выглядит связанное существо, и представлял, что все происходящее – это простая игра. Поселившийся в нем страх накатывал волнами, то захватывая до дрожи в коленях и боли в сердце, то отпуская до полной безмятежности. Пропало чувство реальности. Парень делал что-то руками и не мог до конца осознать, действительно ли он сам принимает решения и управляет своим телом. Но одно он знал наверняка. «Монстр должен быть уничтожен». «Не надо!» – выпалило существо уже совсем разборчиво. Кирилл закашлялся и выбежал из комнаты. «Отпусти!» – вопила тварь ему вслед. А парень медленно покрывался мурашками и сползал вниз по стене, прижимаясь к ней, взмокшись спиной. «Почему ты просишь?» – спросил он. «Почему не вырвешься сам?» И, не дождавшись ответа, добавил. «Ты убьешь меня? Хочешь убить?» «Отпусти!» «Не надо!» – тут же вскрикнул монстр. И Кирилл затрясся. Голос существа, обретший возможность выговорить целые слова, действовал как сильный препарат. Парень держался за голову и уже который раз ловил себя на одной безумной мысли. «А может быть, все-таки отпустить?» И сию же секунду, будто подгадывая время, тварь жалостливо хрипела и молила. «Отпусти! Не надо!» «Ты не убьешь меня?» – еще раз переспросил Кирилл, утирая горячие слезы. Душа его истрепалась. Слишком часто, за последний час, он бросался от ярости и ненависти к милосердию и сожалению. Но существо не отвечало на вопрос и молча выжидало, пока в больном и стерзанном сомнениями мозгу Кирилла вновь не возникнет нужная мысль, чтобы снова проголосить жалостливо «Отпусти!». Терпение у парня лопалось. На сиюминутное убийство не хватало сила, а на освобождение своего пленника не доставало духа. Желтоглазый кошмар пудрил мозги, проникал в потайные уголки разума, отравлял чувства, путал их и все ради свободы. Так думал Кирилл. Он не хотел верить монстру, но сопротивляться ему было все сложнее и мучительнее. И тогда он решился на отчаянный шаг. Прикрыв уши ладонями и опустив взгляд в пол, он пробежал мимо двери, заскочил на кухню, взял небольшой пакетик, вытащил мусорное ведро и принялся голым, руками набирать оттуда все сухое и твердое. Получившийся кляп он завязал на два узла, снял с крючка шипастый кулинарный молоток для мяса и вместе с ним в ту же руку взял длинный железный нож. Тварь сверкнула глазами, которые, кажется, стали не просто отливать, но и светиться желтым. «Не убивай!» – взмолилась она громко и внятно, совсем по-человечески. «Меня дети ждут! Мне домой надо! Отпусти!» Кирилл всхлипнул и с размаху запихнул самодельный мусорный кляп прямо в зубастую пасть и быстро убрал руку. Взгляд, пусть и замутненный от слез, уловил что-то неладное. Отрез шпагата, который связывал монструозную челюсть, теперь лежал разгрызенный на черной подкладке из пакетов. Мерзкие зубы справились с ним, стало быть, и кляп не будет для них помехой. Но дожидаться, пока они перемелют спрессованный в целлофане мусор, Кирилл не стал. Он отложил нож, взял молоток в правую руку и врезал им прямо между желтых глаз. Потом еще и еще парень обрушивал удар за ударом. Голова монстра хрустела и трескалась, как расколотый орех, и брызги черной вязкой слизи пачкали натянутый забор из пищевой пленки. Мерзкая жижа стекала на пол, заливала кресло и подстилку, липла к рукам и молотку. Бить становилось труднее, внутренности рыбьей головы походили на тесто, и рельефный алюминиевый баек так и норовил увязнуть. Кирилл сменил оружие и несколько раз полоснул тварь по горлу острым кухонным ножом. «Отпусти! Ну не надо!» – прохрепела она и умолкла. Из открытой раны брызнула черная мерзость. За ней вылез наружу проглоченный кляп. Свет в желтых глазах померк. Цвет тоже сменился. Обычные белые глаза с черными зрачками в последний раз жалостливо взглянули на Кирилла и вдруг застыли. Парень прислушался, дышит или нет, но из-за колотья в висках и заложенных ушей ничего толком не разобрал и продолжил иступленно кромсать шею и скрытое под худе тело. Весь измазанный в тошнотворной вязкой жижи он бился над позвонком и, наконец, с помощью молотка смог проломить крепкую белесую кость и отделить от туловища вытянутую рыбью голову. Та, лежащая на подстилке, уже не выглядела столь зловеще, а зубы не казались такими длинными и острыми. Парень прерывисто выдохнул, утер со лба помесь пота и черной гадости, вышел в коридор и еще раз посмотрел на себя в зеркало. «Не убивай», всплыло в памяти. «Меня дети ждут, мне домой надо». Кирилл смотрел на себя еще несколько минут, вспоминал чудовище, пока не осознал печальную правду. Чудовищ в этой квартире было двое. Бездыханное тело монстра парень обмотал пленкой и упаковал в пакеты, крепко-накрепко обмотав их скотчем. Выпил несколько таблеток успокоительного, пригубил водки и, кое-как справившись с нахлынувшими после убийства эмоциями, заставил себя прибраться. Отмывать протекшую вязкость было мучением, но эти чувства не шли в сравнение с тем ужасом, который он испытывал, когда следующей ночью выносил труп на мусорку. О спокойной жизни с тех пор оставалось только мечтать. Навсегда в голове поселились тревожные мысли. Кирилл боялся, что, несмотря на все меры предосторожности, сгорел на какой-нибудь мелочи. Не протер пакет достаточно хорошо, оставил свои отпечатки на каком-нибудь кусочке пленки или скотча. За камерой он не переживал. На окраине, где стоял его дом, камеры висели только у рынка и отделения банка, а помойка находилась совсем в другой стороне. Гораздо страшнее было попасться на глаза одному из полуночников, торчащих у окна в поздний час. Но шли дни, недели, и наряд полиции не приходил к нему домой, и даже подозрительных слухов никто не приносил. Внешне все было в порядке, но внутри Кирилла бушевал пожар. Каждую ночь он подскакивал от очередного кошмара. Спать без включенного света парень не мог в принципе, всюду мерещились желтые глаза. Он стал раздражительным, неусидчивым, дерганным, срывался на коллег, а потом мучился целый день, не ляпнул ничего лишнего. Все боялся показаться ненормальным и выдать себя. Но чем больше он старался не подавать виду, тем хуже становились дела. В офисе шептались, что Кирилл много пьет. А когда он услышал, что две коллеги в курилке болтают о причинах его алкоголизма, то немедленно взял больничный и вскоре решил увольняться. Не прошло и трех недель с той роковой ночи, как парень, проснувшись в холодном поту от нового кошмара, пошел в душ и там заметил, что место укуса на щиколотке не зарубцевалось, как ему казалось раньше, а покрылось пятнышками блестящей чешуи. В ужасе Кирилл выскочил из ванной, остановился перед зеркалом и принялся осматривать себя. Во рту внезапно стало как-то тесно, язык никак не ложился, то и дело упираясь в острые клыки. Парень медленно повернул больную голову влево, увидел, что лицо его уже не такое, как прежде. Нижняя челюсть тянется вперед, лоб следует за ней, а цвет капилляров в глазах постепенно меняется с красного на светло-желтый. И тогда, окостеневший от ужаса Кирилл, все понял. Пальцы на руках стянуло мерзкой перепонкой. Чешуя покрыла ноги, спину и живот. Мысли запутались, думать стало тяжело. Мозг точно расплавился. Его истошный вопль так и не покинул глотки. Где-то чуть ниже КДК он будто угодил в незримый фильтр и вышел наружу протяжным булькающим звуком. А я отдельно хочу передать привет некоторым замечательным подписчикам с моего бустя. Катя Амбус, Александр Григорьев, Алексей Михеев, Хахвес, Александр Кулаков, Лебва Гейминг, Раджаб Агаев, Градос, Кровоточащий Мухами, Шамя, Энэстейша Плэстейша, Саяна Лимана, Тот, Кто Съел Овоща, Михаил Кищенко, В. Редда, Луна, Сэн Широ, Прапорщик Шрёдингер, Мари, Катя Фхатя, Сыщик, Владыка Заволон, Кью, Даниэль Нищебродский, Евгений Сиренко, Стас Шилов, Прямо как в той истории, где парень демону в глаза посмотрел, Твой Тёмный Попутчик, Человек, Домашний Халат, Диана Анненберг, Олег Зимин, Ктара Веном, Ирен Дарен, Антон АСД, Дремлед, Екатерина Котлетова, Женька Нейро, Николай Чуцков, Олен Бойчиков, Хочетян, Роман, Позорна Джованна, Полина Никитина, Твой Психоз, Андрей Тимофеев. Я желаю вам всем крепкого здоровья, счастья по жизни и всего самого наилучшего. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok